привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий а у нас новый день в игрушке диска элизиум проснулся наш главный герой пока еще в своем номере и он будет нашим до 9 часов вечера а дальше придется платить каждый день пребывания обойдется нам 20 реалов 20 до гад гард так сказал вам нужно найти 20 реалов чтобы заплатить за номер в танцах тряпье иначе после 9 дверь будет закрыта если вы не найдете место где можно ночевать бесплатно вам придется повторять это каждый каждый вечер а где бесплатно ночевать не знаю под мостом может быть в коробках рядом с бездомными хотя не может быть примут меня за своего потому что одежда одежда да и все манеры поведения да пакет в руках набиты пустыми бутылками все об этом наверное говорит одежда смотри шапку дошел даже оранжевая бомжовская шапка я думаю что можно уже одеваться можно уже и одеваться и идти искать место потому что 20 реалов это достаточно большая сумма для меня для сотрудника ргм неужели нам настолько мало платят мало говорил ким по-моему мало и когда у меня зарплата мне интересно а еще смотри ну перчатки уже были да вот это военно-борское пальто и белая когда-то майка ну что ж займемся делом сегодня мы хотели что планировали что снимать повешенного вот этим мы должны были заняться потому что потому что игра наверно уже просто сжалилась над нами и эта проверка вновь доступна без всякого повышения навыков говорит да и пойди уже сними его сними иначе он уже там прокиснет скоро вот наверное сейчас и пойдем и кстати кстати я что подумал игрушка все-таки не зря нам напоминает о спидах этих чтобы мы разогнали немножко кровь да я же правильно это же спиды эти которые я взял у ломбарде это же они или может быть сигареты тоже да нет но это не сигареты наверное же все таки похмелье становится чертовски сильным нужно немного разогнать кровь найдите спиды возьмите в руки ведь внутренний новый голос нам говорил возьми прийми ничего страшного нет потом потом потихонечку отойдешь от них но сейчас пока ты в таком достаточно мутном смутном состоянии толком ничего не можешь ничего не понимаешь прими жизнь тебе совсем покажется в других красках я наверно приму я наверно приму потому что нос где психика плюс 1 здоровье у меня позволяет зар я здоров здоров с мой интеллект до сигарета мне добавит интеллекта а это подымет психику я просто к тому виду что белая проверка внутренней империи так относится к списке психики а мне нужно решить вопрос с повешенным так что я думал глотнем до новый день что нам готовит ким а подожди ким 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 сураги ты чего ты что спишь что ли там очень не проснулся пол восьмого утра спит ты представляешь а что же мне делать я хотел вместе с ним может он соседки дверь номер три подергает ручку ты чувствуешь на металле тепло ну вот каждый раз положу руку почувствую тепло и все и ухожу потому что не открывают стучи не стучи и не открою ты дверь блин ну к ким как-то а что ж мне делать то опа это эти профсоюзные деятели собрали ах вот он и ким вот он где ты ранее пташка проснулся уже хочет поболтать со мной ах ты мой болту ну иди сюда пошли доброе утро пошли повешенного снимать доброе утро коротко кивает он доброе похоже мы наконец-то можем приступить к работе да а прошлый день чем мы занимались я работал я работал бойцы профсоюза в сборе он показывает на дверь зала выглядит не дружелюбно но нам надо с ними поговорить то есть бойцы профсоюза а это не это не просто я думал это какие-то профсоюзные деятели там я не знаю которые все знаешь с бумагами с папочками какие-то там вопросы решают защищают людей работяг а это бойцы профсоюза то есть профсоюз это тут какая-то мафия да это просто люди которые решают силой какие-то вопросы которые нужно решить профсоюзу вот так вот получается да может у них мой пистолет может может же наверное их нанимает и заставляет ходить выискивать вынюхивать добиваться выбивать о чем а подожди не дружелюбно но нам с ними поговорить чтобы вот прям с утра таким прям с утра ты хочешь вот начинай да ты видишь я уже на нарядился для другой работы мне сейчас что переодеваться надо не на какие-то перчатки другие одевать шапку снимать эту клоунскую я думал сейчас выйдем с тобой бутылки еще посмотрю может быть кто-то возле кафешки набросал их нет он сразу же о чем нам с ними можно разговаривать все указывает на профсоюз докеров тот ремень на котором его повесили следы в грязи и обстановка в мартинезе пред предварительные данные мы конечно же можем ошибаться но нам все равно нужно поговорить с ними и это будет непросто на это те люди дать точно те совершенно забыл простите я плохо спал это они шумные и неприятные как и говорил управляющий шумные неприятные да он так говорил задание выполнено за те кто обедает зале шумно неприятные он что-то вычеркивает одним пробелом в наших данных меньше и одной серьезной проблемой больше то есть блокноте ты то есть мы это вычеркнули да я хорошо вычеркнули что ты имеешь ввиду почему не дружелюбно они выглядят неуправляемыми мартинез вообще не испытывает особой радости по поводу появления здесь ргм жители предпочитают чтобы порядок наводил профсоюз вот эти ребята жители предпочитают тут конечно наверно все все решает профсоюз и возможно даже очень наверное вероятно что именно профсоюзные деятели вот так поступили всем кто сейчас болтается на этом имя потому что все боятся об этом говорить все наверное во вся круга видела как это происходило потому что там до вокруг дома в балкон и все это видят но никто ничего не говорит никто ничего никуда не звонит ничего и никто не снимает этот труп как будто он в назидание чему-то висит бугаи которые пьют пиво на завтрак я слышал о вооруженной ящейке профсоюза которую называют парнями харди и которые отвечают на этот самый порядок думаю это они парни харди парни харди а маньяна да он же говорил что я не убил но у нас есть разные ребята в профсоюзе ну вот может быть это даже и они но это не обязательно чтобы они убили ты надо посмотреть нет ли среди них какого-нибудь маленького человечка потому что там были маленькие следы ну и может быть богу бугая какого-нибудь тоже поискать их так много может заправить может может подкрепление а ким как ты думаешь я так просто спрошу я-то возьму на себя десятерых а ты вдруг одиннадцатих будет а это лишь накалит обстановку на это ни один капитан не пойдет обострять конфликт между ргм и профсоюзом дебордеров ради того чтобы расследовать одно убийство оно того не стоит на дело конечно повязали мы с тобой ким на самом деле даже гибель парочки полицейских не стоит того чтобы развязывать полномасштабную войну так что давайте действовать рассудительно хорошо нас даже и и искать не буду да с тобой будем болтаться третьими второй и третий на дереве на ремнях рассудительно что мне говорит сумрак говоря о смертельной опасности он не преувеличивает лишь спокойно констрактирует факт твои руки непроизвольно сжимаются в кулаке а пульс неприятно подскакивает да чешутся кулачки мы чешутся сжимает мой кулак полиэтиленовый пакет там же деньги там же эти реальчики мои какие там реальчики сколько этом бутылок насобирал 10-15 соль да эти ну что погнали пока мы не начали он снова смотрит в зал для профсоюза нам вовсе не обязательно разговаривать с ними прямо сейчас мы можем просто пройти мимо заняться другими делами да так давай скорость реакции смотри-ка шапка да работает шапка да мудрое решение проскочить мимо них начать разговор на своих условиях а логика мне подсказывает ну неужели тебе не интересно что они скажут про убийство они никуда не торопятся чувствуют себя здесь как дома как бы то ни было выбор за вами меня устраивает любой вариант ну то есть кем ну я наметил в принципе снимать повешенного потом нужно как-то мне снять сапоги чтобы таким этого не видел я даже не знаю как это будет все происходить может может не надо может подождать с этим повешенным может действительно поболтать с ними ну пока ни о чем просто предварительно просто поболтать ладно сейчас решим ох и мужики и лени тоже подойдем смотри она подъехала уже поближе здравствуйте и доброе утро лена минуточку женщина обращается к управляющим кафетериям а таксофонов тут нет ближайшая будка на побережье приношу свои извинения за неудобство кажется управляющий искренне сожалеет будка на побережье не помню там будку ничего я понимаю все равно спасибо она поворачивается с усталой улыбкой рада снова тебя видеть золотко простите случайно послушал скажите я могу что-то компенсировать а мне ловкость кажется ты можешь чем ты можешь компенсировать подожди за компенсацию вообще ни слова день добрый все в порядке не тратьте на меня время просто я надеялась позвонить а телефон в танцах не работает профсоюза вроде есть телефон но до него так просто не добраться как и до будки на берегу профсоюза был телефон и у Гэри телефон не работает она вздыхает а что с телефоном в танцах управляющий отвечал туманно кумурится она техника успех сработал да с чего бы отвечать туманно когда речь идет о проблемах с телефоном надо этим заняться может спросить гард надо спросить значит спросим а зачем вам телефон за нашим домом присматривает девушка хочу сообщить и что мы задержимся Морелл мой муж и Гэри должны были вернуться к ночи понедельника но от них до сих пор ни слуху ни духу она опускает глаза и я надеялась что с ней связался Морелл да ваш муж раньше пропадал может зря вы беспокойтесь жена криптозоолога я же говорил или я по-моему я говорил наверное или нет посмотрел я еще в прошлый раз когда с ней встречался думаю что за криптозоологи криптозоолог это в общем ну занимается поиском каких-то мифических существ пытается доказать их существование драконов там всяких чупакабр ну и всякой разной другой нечисти сумасшедший какой-то ваш муж раньше пропадал муж его чупакабра проголодила о том и речь это на него не похоже он всегда так тщательно планирует экспедиции боже мой холодный ветер заползает заросли тростника сладкое сонное бормотание по твоей спине пробегает сырой холодок но глядевшись ты по-прежнему обнаруживаешь себя в танцах но у вас есть заботы поважнее она косится в окно на бухту эмм то есть ваш муж в экспедиции тогда чего вы переживаете обычная полевая работа зайк Морелл высококлассный ученый вместе с ассистентом Гэри они изучают чрезвычайно редкий вид насекомых насекомых? но им уже полагается вернуться а они пошли вдоль берега недалеко от шлюза хотели поставить пару ловушек обещали вернуться еще в понедельник она вздыхает что же их задержало? а может кто-то их задержал? м? какая-нибудь прелестная дама? шлюз? логика мне подсказывает он был сломан не в этом дело а, так все подожди, подожди Лена шлюз там не переберешься в среду его жди в среду сказали там все починят и будут в среду работать а кто такой Гэри? подожди шлюз по которому можно перейти на другой берег сломан они наверное просто застряли с той стороны наверное так ну и ну а что же случилось со шлюзом? верить или нет кажется какой-то псих врезался в него на мотокарете представьте себе его перегородило здоровенным билболдером с рекламным маслом прямо в воду упал хм ну вот так наверное скажем а может и так вот так давай так ох зайка если бы не ты меня бы ждала очередная бессонная ночь спасибо тебе от всего сердца она обращается киму спасибо вам обоим зайчики рады помочь рады помочь ким ты не забирай мои эти самочки она снова поворачивается к тебе не хочу утомлять но если если следствие заведет тебя на тот берег пожалуйста посмотри вдруг отыщешь моего супруга ну а че не отыскать комсоциализация мне говорит да немного левых научных исследований это именно то что мне сейчас не хватает стряхнет это пресное уголовное расследование пресное ну и если его увидишь передай что лена ждет его здесь в танцах он мог так заработаться что и не заметил починку шлюза а там холодно принять и отказаться да нет почему что я буду отказываться приму увижу скажу так и будет договорились ок золотко мое спасибо тебе большое эм вы рассказали лене что морл не вернулся из-за сломавшегося шлюза она все еще беспокоиться что он не вернется сообщите об этом морлу если встретите его ой блин у меня тут столько всего у кого еще не санкционированы узнайте правду о реальности ваш муж ученый о да в ее голосе слышится город зоолог а конкретнее крипто зоолог и что такое о сейчас расскажет расскажет а ким расскажет это псевдонаука пытающаяся легенитизировать исследованиями мифологических существ и городских легенд лейтенант настроен скептически да есть такое мнение все имеют право на свое мнение прошу прощения не хотел при принизить ваше хобби это не хобби золотко это раздел зоологии изучающий виды животных столь редки что некоторые считают их вымершими или даже вымышленными опа проверка искать такие виды их называют криптидами занятия сложные неблагодарные положа руку на сердце многие ученые просто ленятся этим заниматься в наше время университеты не особо поддерживают настоящую науку 17 процентов господи низкий не так волнуется о муже видишь хорошо что с ним поболтал она уже не так волнуется и у меня какой-то шанс увеличился но это все равно очень маленький шанс и пробовать хотя это белая проверка может я еще чем-то вытащу из нее расскажите мне побольше мужа кого я собственно искать должен ох не знаю где и начать как ваш муж выглядит расскажите хотя бы ну вид у него желчноват но глаза всегда светятся любопытством как у мальчишки ладони загрубели от полевой работы но он очень нежный давайте попробуем еще раз если бы я хотел высмотреть его на улице то что бы искал глазами о ну он ниже вас ну коренасте у него довольно длинные седые волосы редко расчесанные можно даже сказать всклокоченные лейтенант достает блокнот и записывает описание со слов женщины хе хе он думает где же ты взялся на мою голову еще одна работа и вот еще что при нем всегда полевое снаряжение даже когда он не в зарослях тростника на всякий случай вы давно женаты этой осенью празднуем шестнадцатую годовщину она мягко улыбается число не круглое но почему то менее очевидные веки мне даже милее а как давно вы познакомились познакомились стыдно сказать через агент знакомств а как вы познакомились господи я восстановилась после несчастного случая и снова была в активном поиске он недавно развелся активном поиске мы сразу друг другу приглянулись ну и вот она мечтательно улыбается закрутилась завертелась скорость реакции она пропускает что-то важное может выяснишь позже что-то неуловимое проскочило а шапка моя поймала эту мысль или реакцию что-то не договаривает пожалуй я узнал все что хотел сменим тему ничего нет нет расскажите побольше о редком насеком который ищет ваш муж ох зайка это совершенно захватывающее существо она обрывает себя ну не хочу утомлять тебя энтомологическим занудством лейтенант бросает на тебя косой взгляд может действительно ну его но я хочу послушать ну с сомнением отвечает она строго говоря это представитель семейства привиденьевых все понятно ах да привиденьевые обширная группа насекомых чьи тела напоминают палочки листики и вся такая их еще называют листовидники но это действительно существуют такие же листовидники палочники другие другие ты что имитируют веточки и листочки а этот живой тростник что это значит живой тростник прячется в зарослях у нас на островоливском побережье она смотрит тебе в глаза и вдумчиво кивает потому его так и называют австралийский фазмид может вы откроете его вместе с нами детективы когда она произносит название существа в ее голосе звенит нота восторга так и знал вздыхает лейтенант будем ловить вымышленных насекомых с крипто зоологами оно не вымышленное детектив уверяю вас просто оно такое редкое что традиционные зоологии сомневаются в существовании такое редкое что его никто не видел да почему вы думаете что он где-то тут фазмид этот фазмид но как-то раз его видели подростки обжимающиеся в тростнике конечно они сами не поняли что на что налкнулись но об этом напечатали заметку в местной газете о встрече с насекомым фантомом похожим на тростник гэри прислал вырезку даже любопытно может фазмид заставил их обжиматься может фазмид она смеется да сомневаюсь вряд ли подростков нужно для чего для этого какое-то там явление да какой-то там фазмид они обжимаются и обжимаются и в тростнике и не в тростнике им только по обжиматься бэб при чем тут фазмид то то есть все ваши доказательства вырезка из газеты да да конечно большинство случаев когда кто-то его видел и оказались ложными тревогами но при этом описание свидетелей идеально просто совпадали с описанием островлицкого фазмид а они ведь даже не знали что перед ними так он опасный а? она хмыкает боже мы уже восемь часов время даже как летит когда мы с тобой будем повешенного снимать она хмыкает вовсе нет иначе зачем бы ему так прятаться так он ценный усомневаюсь этот вопрос меня интересует если найду продам сколько дадут криптозоологию не идут за деньгами зайка черт а я было бы собрался у него есть крутые способности да он может почти идеально сливаться с тростником при мысли об этом она сияет так он все эти годы и прячется даже века брехня я тебе говорю брехня веришь вот мужу своему рассказывают сказки тебе а ты веришь и веришь и веришь они сгарю где-то там зажигают может это они на машине и перескакивают там через эти всякие шлюзы ладо что тогда в этом полкозвере такого особенного золотка боюсь я плохо объясняю он очень особенный женщина краснеет о смущении морал куда лучше объясняет ах слышал бы ты как он его описывает тогда бы сразу понял черт ну в принципе знаешь что внушение это психика я могу сейчас на этих пилюль наглотаться и я же все таки собирался повешенного снимать а думаю это такое занятие не очень да вот эту муть все снимать руками что мы не знаю там вообще все уже сгнило думал все таки глотнуть таблетку может быть сейчас глотнуть и попробовать или ну не знаю давай пока 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 подожди я сейчас за телефон спрошу за телефон может эту шапку к черту снять хотя ладно реакция все таки работает а чёрт а чё это такое за телефон же мне надо было спросить гард я увидел еще в танце кое что а в ну вот вот как бы если бы вот оно снова подсвечивалось а мне приходится снова копаться даже в тех разговорах которые разговаривал значит телефонная линия не работает да и телефонный оператор не спешит прислать мастера починить он качает головой и прибавляет козлы уху а правда ли что она не сама сломалась странновато просто так скажем чтобы его не пугать это не странновато а неудобно я могу вам сказать а правда ли что она не сама сломалась а кто вам сказал лена подожди а я не разглашаю свои источники это было бы не настойно вот так скажем ладно да да кто-то по-видимому поломал проводку вскоре после повешения но я не уверен что это связано тут много говняков и при этом не убийц но если выясните кто перерезал провод скажите направлюсь счет за починку ему а мне что то а то есть это не задание это все это конец разговора но если выясните кто перерезал в задней части кухни есть таинственная синистальная дверь а за дверь мне нет ничего таинственного просто дверь он пожимает плечами а ты знаешь что за ней у тебя есть нет нет у меня нет ключа и я не знаю как туда попасть и даже не хочу знать как ты не хочешь знать ты работаешь там какая-то дверь ты не знаешь что там и кто там и вообще что там я не гадал об этом десять лет там наверно просто склад фрите склад магазина фили скучная кладовка полная старого хлама и пыли хлама он проводит пальцем по стойке проверяя ее на наличие последней он пытается изображать равнодушие получается крайне неубедительно врет врет гад не мешать ему изображает равнодушие мне кажется тебе интересно что за той дверью ладно хорошо чуточку он пожимает плечами чуточку интересно но работа не оставляет мне возможности гадать что прячется за одной из дверей в одном из кафетерий в котором я управляю так что я ее не открывал я сотню раз вычищал все здание за животными но ключа не нашел так что удачи чёрт чёрт ну чё мне делать просто хочу знать кого вы подозреваете а ну ладно да кто-то видимо поломал проводку послужит тут много говняков но если выяснить это рота ну наверное подожди наверное все до свидания об оплате попозже поговорим попозже так а подожди вот здесь что-то пошли на кухню зайдем помидору порезан до прозрачности тонко странная дверь и никто не знает что за дверь давай еще раз ее потрогаю может толкнуть надо было еще знаешь что за той дверью но он не знает не знает улыбается только и все так даже не знаю подожди может быть с ней поговорить о чем-нибудь пока я дойду до повешенного я разберусь говорит девушка людям в столовой потом оборачивается к тебе офицер дискотека так меня зовут что ли да она холодно улыбается все еще гадаете слушаем ли мы диско не слушаем не слушаем больше диско вмиг будто нрав ее переменился сия девица холодна как лед а да почему так наверное потому что вот вот эти типы здесь я просто подметил мне просто бы интересно что ты слушаешь обычное любопытство ага вы любопытный я не садовница я рьюис контрис просто дизу докеров она скрещивает руки давайте к делу вы ищите Тита Харди полагаете у него есть для вас полезная информация может и правда есть она указывает на мужчину справа от себя вот Тит говорите ну помните я с вас глаз не спущу никакого давления никаких официальных заявлений район мартинес не признает за вами права арестовывать людей не имеет значения что вы там признаете если будет нужно мы произведем арест он молчит взгляд говорит все необходимое хм какую роль ты во всем этом играешь а что если я хочу допросить Никита о тебя давай по чесноку какую музыку таки слушаешь ну да давай она будто размышляет не ответит ли но потом чуть качает головой а нудную танцевальную музыку вам не понять танцевальную то есть как диско я под него немало плясал нет она придерживает дыхание не как диско диско живой труп живой труп да щас но вам удается держать его на аппарате жизнеобеспечения очень даже многим нравится хороший диско брейкдаун могу тебе сказать мне все равно ну что ж ну давай сменим пластинку тогда а то что вы со мной сделаете а ты чё такая вот агрессивная я агрессивна ну ты же совсем была другая совсем другая вы зарабатываете на жизнь насилием эти люди просто работают в доках насилием то есть вы за нами шпионили а теперь представляете подозреваемых в убийстве да просто работающих в доках слушайте шавки марлин тирановские вы мафия принудительно осуществляющая незаконную приватизацию ревашоли его разрывают 20 толстяков из акцидента а вы их телохранители о да высокие широкоплечья мужчина прихлебывает пиво тит так что спрашивайте что хотели спросить или валите обратно к своему командованию миру нужна финансовая буферная зона опять эта политика началась приватизация не незаконная она крутая и прикольная может это вы просто не чувствуете исторический процесс приватизация ну то есть что речь идет они не хотят отдавать наверное порт в руки какой-то корпорации может быть не знаю где ты такое услышал но это не так ргм сильно и стоит на твердых принципах чего не скажешь про вас социалистов это мне нравится хорошее начало следующий шаг вооруженные восстания как у профсоюза планы да глядите как клоуна подвезли лицо и каменеет да делайте работу задайте оставшиеся вопросы валите из мартинеза как удивительно как будто наш народ не верит в копов революционеров не верит что вы за социализм а что вы со мной сделаете лейтенанту не нравится твой подход что мы с вами сделаем ха 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 ничего про свое с вами не сделает мы не преступная группировка а трудовая организация ммм грубовато фырка это за стола именно что если уж на то пошло это ргм с людьми делает всякое трясет она головой но мы ушли от темы а какую роль ты во всем этом играешь как уже было сказано я рюрис консульт она скрещивает руки проблемы со слухом ладно все хватит эй парень ты ко мне кто я оглядится по сторонам эй ты 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 прошел слушок что ты готов снова приступить к строительству коммунизма и откуда он взялся ты все время говоришь что нибудь вроде долой буржуазию ешь богатых пенетришь землю за дельц всажай на кол всех у кого в кармане больше двадцати перриалов вот буквально ножом режь всех людей независимо от их политических убеждений и в этом духе а ну а да на это меня ну не знаю я конечно говорил кое-что умеренно левочиск но не вот это я конечно говорил вот так скажем о да прячешься за маской амбивалентности не отрицай ты вот-вот сорвешь ее и явишь миру чудовищного семиглазого агнца мирового коммунизма что пережует и поглотит человечество это все понимают так вот скажи мне остались ли у тебя какие-нибудь вопросы прежде чем мы раскочергарим великого строителя коммунизма или перейдем сразу к делу закатать рукава погоди в чем вообще суть коммунизма то а я закатай рукава и начну строить о да готовьте расстрельные команды и скотовозки ну слушай ты риторика не об этом говоришь вот честное слово заблуждаешься закатать рукава еще выше и вздохнуть первозданно чистый воздух новая мысль социо-экономический массовизм ну что то я не хочу думать об этой мысли стойкость а вот подожди я в этом моторе к лимит всех навыков повышается на один белый траур если я сейчас моторика на 1 2 до у меня сейчас они подожди вот здесь повысилась три у всех да если я сейчас ставлю на на одинокую дорогу домой то у меня опять же три то есть это остается мысль со мной остается всегда просто если я сейчас буду думать об этом то у меня визуальный анализ не очень будет а в принципе я даже не разблокировать а чтобы разблокировать нужно наверное очки навыков да конечно подождите я пока не готов к этому я пока не готов к этому слушай ну как же быстро время улетит а как же быстро летит время эвор недостаточно мне платит говорит миска которую кто-то сплевывал воняет табаком фотографии людей в спецодежде с оружием и плакатами профсоюза снаружи видны кусты боярышника окно кафетерия за докерами окно на уровне потолка ветви боярышника царапают стекло костровыми пальцами еще не время ого себе да ого себе минус 12 видел загадочную дверь как-то это все связано непонятно как ну ладно если еще время не пришло я уж точно но это белая проверка это белая проверка вот здесь смотри деньги лежат мелочь но приятно ну что ну понятно он сейчас будет что-то мутное рассказывать хотя хотя бы мы что-то узнаем об этом возьмите показания у членов народной дружины ну давай выкладывай широкоплечий мужчина указывает на тебя банкой пива детектив лейтенанты да и понять что оставляет это тебе о ким ты чего так ничего пока не говорить нужно поговорить о повешенном на заднем дворе так это про него тот еще красавчик мутный говорит а ты не спешишь ждешь пока он созреет похорешает Гленн ой он сейчас уже совсем хорошенький просто бомба охотно кивает Гленн а уж этот аромат хорошенького мальчика вновь пора назов говно трубы спокойно парни этим уборщикам предстоит тающая работенка я бы туда и за миллион не подошел он хлопает себя по лбу вам пора переходить к вопросам лучше не станет сперва пересчитай поголовье свежим мужчин со следами что видел во дворе наверняка совпадут поголовье подожди там поголовье там сколько восемь было восемь их здесь семь ну она то восьмая и она женщина и след маленький какой у нее след маленький или нет ножка а бугай вот он у есть хотя там не может быть и не здоровый то был может быть мы же остановились на том что кто-то нес восемь восемь осмотреть помещение начнем справа ботинки сорок четвертого размера был один за тридцать чрезмерно маскулиный какой маскулиный справа от него обычные рабочие ботинки сорок пять сорок шесть самый старший в помещении лет 55 курит молчалив напротив него за другим столом подбитая гвоздями рабочий ботинок сорок третий размер татуировки указывает на принадлежность к банде то ли миксис то ли сарами резинец около сорока лет или нам немного больше это вот это да на шее симметричный ожог складывается в буквы лос лос попытается выжечь оставить ту жизнь позади и вот типовые рабочие ботинки носки с остальными набойками сорок шестой размер большая шишка в широких плечах встроен в бедрах кепка перчатки без пальцев множество шрамов чуть младше сорока и я такой в бомжовской шапке с пакетом с бутылками пустыми коп ргм логотип на жилете гласит грибной клуб он то еще грибец что ли только грибцов там плечи мама дорогая понижена ошибка том харди да капитан в дальнем углу типовые рабочие ботинки носки с остальными набойками сорок четвертый размер сорок с чем-то в руке безалкогольный напиток ты прищуривайся это что медиатор я конечно все эти размеры не помню может быть не надо было записывать это все но этим кином обычно занимается где у него на шее забей это неважно пусть это будет музыкант а тот сорок первый размер не глубокие следы все-таки не ребенок а а а мужчина в годах с крысиным личиком злобные слезящиеся глазенки не хватает двух передних зубов та еще публика мутная жирный анагнус аннус вот он да по центру по центру колыхается и сипит крупный парень сорок шестой размеры глубокие следы вероятно нес жертву он сам по себе весит килограммов 130 прибавка этому человеку в брони получится за 220 подводя итог именно эти семеро действовали на месте преступления следы их но есть несоответствие одного не хватает странной подошвы именно ты уже секунды четыре стоишь перед ними молча теперь вдарь вопросами где восьмой харди ты там живой ау птиц смотрит на тебя склонив голову да я если вот так спрошу я нашел восемь пар следов но вас только семеро где восьмой он скажет восьмой скоро подойдет да скоро подойдет конечно да давайте арестовывайте нас мы только вас и ждали ну такого же не будет значит просто зачем это спрашивать просто чтобы спросить я думаю что время сейчас не пришло время ничего не пришло нам нужно как-то апеллировать какими-нибудь фактами у нас единственный факт конечно ну который может быть и является какой-то там уликой ну ну косвенные все таки это следы до знаешь все таки решу сейчас я пойду харди пойду постоял помолчал и решил пойду наверное необходимо опросить поселезала для члена профсоюза и узнать что им известно повешено в мартинезе возьмите показания члена профсоюза я наверное сейчас остановлюсь на этом месте хотел в общем заняться повешеном идти снимать его но куча там проблем то лена со своим мужем критозоологом потом телефон еще вот тут эти лидеры просто не лидеры это банда хотя может быть она и не банда просто работяги не знаю этого что-то поверить не может ладно на этом закончу скажу спасибо что смотрели и пока пока до новых встреч пока